Перевязанный скотчем Где нахуй, блять? С вами кругом, блять? Сложенных стримерш И навязывают у зрителей Сексуальную зависимость По его словам, он страдает психическими расстройствами От ВИЧ ухудшает его состояние Но, уже 18 августа ТВИЧ подал ответное заявление в суд Чтобы дело прекратили По своду законов антислэп Который защищает крупные компании От необоснованных исков Юристы компании видят здесь попытку Ограничить свободу слова на площадке Мне очень плохо Меня все трясет, мне трудно Говорить, мне обстириться в глазах Смешно слушать подобную живую хрень Так как сам глава ТВИЧа Эмит Шир Мене года назад заявлял, что ТВИЧ это не платформа Для свободы слова Абсолютно все стримеры могут выражать свои мысли и идеи Но свободы слова на платформе не будет Никогда Ну и при чем здесь оголенный телесак свободы слова Мне непонятно Я видел много восторженных отзывов на реддите И других западных ресурсах Об иске этого парня И о том, что они надеются, что Делу дадут ход Ну нет, ТВИЧ зарабатывает деньги на аэроконтенте Так что забейте, ничего не изменится Нет, такое нет, спасибо Новость, которая взорвала интернет Это перманентный бан ютуб-канала Лифи Исхия Человека, который По большей части Всячески стебал покемайн И других стримерок Следил за каждым их шагом За их высказываниями И пилил об этом видосы Но главной героиней Все-таки там была Как мне кажется Покемайн Она была Там, главным объектом Для обсуждений Как это случилось В общем, на его канале Долго не было видосов Но потом он выпустил видосы Про Айдапс H3H3 И королеву симпов В очередном видосе Покемайн Он рассказал много эпизодов Из ее прошлого И говорил, что у нее Есть такие хахли Короче, все как обычно После видоса Ее начали травить И из-за чего Она записала видос Ответку Где извинилась Перед своими симпиками И сказала, что Всегда скрывала И будет скрывать Отношения от общественности Это неуважение Вообще Чистой формы Здесь хочется сделать Небольшой экскурс В историю Есть такая стримерка Амуран Тоже давно стримит На твичах И так далее И так же Как оказалось Она скрывает Своего Мужа А от кого Эта инфа Стала известно А от нашей Любимой импассадорки Твичей Покемайн Это она год назад На одном из Своих Покеподкастов Рассказала об этом Это к слову О дружном Твич комьюнити О том Насколько Покемайн Хорошая и честная Стримерка И это только Один процент От всего того Что она чудит Нашим стримеркам Очень далеко До нее По уровню Уже имразотности Но это совсем Другая история Продолжим Что меня удивило Это то что Много малолетних Из русскоговорящего Региона В комментах Под новостями О бани Этого лифи Восторгались И говорили Что покемайн Хорошая Что вы врете И так далее Мне это поразило Так как Если вы знаете Инглиш На уровне Пятиклассник То вам Не составит Труда Посмотреть Хотя бы Один из Тысячи Видосов О покемайн И понять Насколько Это мерзкая Личность Более ужасного Человека На твичах Сложно Себе Представить Но даже Таким Симпы Верят И это Прекрасно А ситуация С баном Канала Поражает Видимо Отомрили Симпы Покемайн Сидят Среди Админов Твича И ютуба И банят Неугодных А канал Лифи Думаю Ей давно Не нравился Да если Сделать Еще один Экскурс В историю То вспомните Как Некая Стримерка Алини Те кидала Страйк Партнеру Ютуба Пьюдипаю За то Что он В каком То из Видосов Назвал Стримерок На твиче Твичевскими Кому Хорами Это вообще Уму непостижимо А потом Она отмазывалась Типа это не она делает Это ее менеджеры Без нее кинули Но на самом деле Это так не работает Без твоего указания Никто ничего делать не будет Но некоторые малолетние Которые незнакомы С работой Страйков Ютуба В целом Схавали такую версию Но из-за того Что в США И на западе Страйки кидать Это очень позорно И людей Которые их кидают Потом Поносят До конца карьеры Это только у нас Это считается нормой И жалобы кидать Ну и по причине Ненависти В западном мире К страйкометам Алинитья Отозвала Свою помойную Жалобу На Пьюдипая Но какая версия Бана Канала Лифи Более реалистична Я думаю Это обыкновенный Сговор H3 Покемайн И Айдабза Вместе застрайкать Ему канал Ну и нажаловаться В администрацию Ютуба В свои партнерки Написать Чтобы они там Набомбили Тоже админам Ютуба Чтобы наверняка Дали пермач Я думаю Даже такой глыбе Как Покемайн В одиночку Невозможно было Пермачнуть канал Это могла сделать Только слаженная Коллективная работа Которая позволила Удалить канал С 4 лямами Подписоты Забанить канал На ютубе Не так просто Как многим кажется Можно кидать Жалобы И страйки Это одно Их можно оспаривать Можно в суд Подавать И там оспаривать А пермабан Без объяснений Это совсем другое Здесь уже Ничего не поделаешь Я уверен Что это заказ И очень серьезный Но сейчас я точно Не знаю От кого это Но вернемся В наше русскоязычное Радужное болотце По поводу ухода Мэдисона с Твичей В твиттерах Он написал Что в октябре этого года Он подпишет контракт С Васт Почему принял решение Прекратить трансляции На Твиче Уже сейчас Согласно партнерскому договору Стример обязан Уведомить Компанию Расторжение контракта За 3 месяца До этого Он сам пишет Тут такой момент Что если я просто уйду То они потом Не заключат контракт Обратно А если расторгнул По всем правилам То через 6 месяцев Велкам Даже если тот ресурс На который я иду Зафейлится И тут же Многие малолетние Пользователи Интернетов Начали этот Мув Связывать с тем Что слили его Переписку С Гитманом Ему стало стыдно Поэтому он так Загасился от всех И не стримит Но я уверен Что все не так И на этот раз Этот уход Уже настоящий А не как обычная Переписка Тут ни при чем И ему сейчас Не до этих Ваших стримов Он в ЛДПР Политикой занимается А то что Васт Активно перекупает Стримеров И зовет к себе Это я знаю И на своем примере Кстати Так как Васт И мне предлагал Перекатиться к ним На платформу За какие то Мифические деньги Сумму не указывали Если бы была Четкая сумма По оплате за месяц Я бы возможно ушел А так это бессмысленно На мой взгляд А мы здесь Ну думаю Заплатили достаточно Для того чтобы уйти И Васт Походу Рили Пытается в конкуренцию И пытается собрать Всех кому не нравится Твич или тех кто там Забанен К себе Но я думаю Что это все Не увенчается успехом И через пару лет Эта платформа Пропадет Как и миксер Это настоящая клевета Ну и на закуску Я как любой Уважающий себя Джентльмен симп Подписан в инсте На многих стримерок И стримеров И когда вижу Что нибудь интересное Добавляю в видос На этой неделе Меня в очередной раз Очень порадовала Стримерка Дженсуха Когда опубликовала В сторис фотку С мега шуткой Короче водилу Яндекс такси Звали Нигма Тула И типа Подпись Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Пошли нахуй. Ой, ты там расистка, ты там неуважение к имени. Будьте проще, это просто рофл. Ну и в конце она типа всех урыла своими доводами. Но мне кажется, она урыла только себя, показав в очередной раз, какой она замечательный человек. И вообще хотелось бы уточнить, что твои желания абсолютно не важны. Так как твои дружки дальше тебя будут оскорблять, а ты будешь покорно терпеть. Ну и как бы оскорблять рандом чела с татарским именем, ну это на самом деле очень глупо. В следующий раз, когда в Яндексе Еде, например, или в Деливери, тебе заказ будет нести какой-нибудь Дилшот или Анвар. Открой дверь и пошути над его именем, думаю тебя ждет как минимум пара минут с увлекательным диалогом. А еще лучше пооскорбляй кого-нибудь из своей тусовочки. Например, Филателиста, думаю ему понравится. Ну а на самом деле, все мы помним, что ты выкупаешь за рофлы, но выглядишь ты как Дмитрий Шилов. Как типичный русский турист в какой-нибудь Австрии или Египте, которых многие недолюбливают из-за их разнузданности и глупого поведения. Ну будьте проще, напьюсь, поору, тогил в три часа ночи, обматерю какого-нибудь европейца, который русского не знает. Просто так, ну будьте проще, это ж просто рофл. Короче, советую научиться себя вести нормально, а не как у себя в шестдоме под названием Твич. Вот если это не так, пусть меня накажет Бог. Я работаю в монастырях, и многие настоятели меня знают, и многие батюшки. А на этом все. Нежели чего вам надо, вопросы будут или поругаться, но захочется, пишите мне по адресу. Город Москва, Кузнецова, 3А. И всего вам доброго. Все ерунда, и ты ерунда, мы просто хайпим, как всегда. Просто хайпим, как всегда.